МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому из тысяч имен сегодня мы выбрали три. Этот список начнем с имени Марины Росковой. Первой девушки штурмана в СССР. В детстве в Марине видели будущую оперную диву. Девочка серьезно увлекалась вокалом и делала успехи. Однако ее прославило мужество. В октябре 41-го года вплотную к Москве наступает фронт. Родина испытывает дефицит в опытных летчицах. Роскова, уже известная на весь союз авиатор, добилась разрешения от Сталина на формирование женских летных боевых частей. В итоге из выпускниц школ гражданского воздушного флота ею была сформирована группа из трех авиаполков истребительного, бомбардировочного и ночного таманского полка, носившего неофициальное название «Ночные ведьмы». Только последние завершили 30 тысяч бомбардировок и сбросили более 23 тысяч тонн боеприпасов на наступающие немецкие армии за время войны. В роковой день января 43-го года летчики Росковой вновь направлялись на фронт. В очень трудных метеорологических условиях около села Михайловка в Саратовском районе самолет майора Росковой разбился. Ей было только 30. Матрена Вольская – еще одно легендарное имя. Хрупкая 23-летняя девушка была разведчицей в партизанском отряде. Народные мстители летом 42-го освободили 230 населенных пунктов Смоленской области. Задачу вывести оставшихся в живых детей и подростков через линию фронта возложили на Матрену Вольскую. Операцию держали в строжайшей тайне. Со всей смоленской земли скрытно собирали детей. 23 июля колонна мальчишек и девчонок под руководством Вольской Матрены двинулась в путь. Идти предстояло чуть более 200 километров по лесистой и болотистой местности. Мучил голод, опасность обстрелов, но больше всего дети страдали от жажды. Все колодцы в деревнях были отравлены немцами, а в водоемах плавали трупы. И брать из них воду тоже было нельзя. До ближайшей станции Торопец добирались 10 дней. Оттуда состав увез обессиленных, но живых детей в мирную жизнь. Город Корький. Есть в истории войны отдельная страница и для Марии Октябрьской. Потеряв на фронте мужа, Мария просит направить ее на линию огня. Но попытки попасть на поле боя не дают результата. В это время в стране идет сбор денег на укрепление техникой армии. Тогда, продав все свои вещи, Октябрьская жертвует деньги 50 тысяч рублей на строительство танка. Но с одним условием. Назвать машину боевая подруга и разрешить ей стать членом экипажа этого танка. Об этом она в телеграмме просит лично самого Сталина. Стоит отметить, что Мария, будучи офицерской женой, в военных гарнизонах освоила водительское ремесло, прошла курсы медицинской помощи, научилась стрелять из пулемета. Осенью 43-го года Мария была выпущена из танкового училища в звании сержанта. Это была первая в стране женщина-механик водитель танка. На башне новой 34-ки с двух сторон вывели белой краской боевая подруга. На фронте столбенели в виде женщину в экипаже танка. Но ее храбрости и ловкости завидовали даже мужчины. В одном из тяжелых боев, Октябрьскую, ранила осколком мины. В марте 44-го Октябрьская скончалась в госпитре. Биографии этих советских девушек, чью жизнь опалила Великое Отечественное, похожие друг на друга. Они – пример стойкости, твердости характера, неудерженной воли и смелости. Качеств, которые по определению больше присущи мужчинам. В период серьезных испытаний для Родины они проявили себя как настоящие воины. Вот уж точно, о таких не скажешь. Слабая половина.